Коротко об игре. Результат говорит сам за себя. Результат говорит о том, что мы были сегодня намного слабее, к сожалению. И есть ряд объективных причин и субъективных. К сожалению, то, о чем я говорил раньше, интеграция молодых футболистов должна быть, соответственно, вовремя производиться. Это не говорит о том, что они некачественные футболисты или неквалифицированные, но не имея опыта, еще хуже игровой практики, конечно, тяжело выступать на таком уровне за национальную сборную и показывать свои лучшие качества, будем так говорить. Плюс к этому нам в тренерском штабе надо разобраться, кто действительно не может, а кто не хочет. Потому что я считаю, что национальная сборная – это цвет нашей страны, и здесь надо приезжать и показывать все лучшее, на что ты способен. Но в то же время нельзя сказать, что не было настроя на игру, нельзя сказать, что команда была не готова, пытались. Индивидуальные ошибки, совершенные в обороне, привели к пропущенным голам, плюс уже стандартные положения, пенальти, которые привели результат к крупному, будем так говорить, к крупному поражению. Мы, конечно же, будем обязательно делать выводы не только с этой игры, а с двух этих игр, потому что нам надо принимать какие-то решения, возможно, даже и жесткие решения, и двигаться дальше, и готовиться уже непосредственно к отборочному циклу. Спасибо. Скажите, пожалуйста, что с Ионом Николаевску? Во второй список он снова не заявлен, не попал в состав. Спасибо. По Иону Николаевскому все очень конкретно и ясно. Во время тренировочного процесса, последних тренировок, были некоторые ему не то что прецензии, а подсказки, которые он неправильно воспринял. И ушел с тренировки, после чего мной лично было решение поговорить с ним и объяснить, что на данном сборе он нам не сможет помочь. Я попросил бы вас, спасибо, Сергей, за вопрос, в первую очередь. Я попросил бы вас не переходить на личности. И мне, как главному тренеру, самому придется решать, кто и сколько, и приносит ли пользу команде. Поэтому давайте мы будем говорить о результате, о команде в целом, о личностях мы говорить не будем. Я никогда не перехожу на личности, потому что я считаю, что любое поражение, любые ошибки, это мы должны принимать как все вместе. Это и моя ошибка, это и всей командой ошибка, это и поражение всей командой. И в первую очередь это поражение мое, а потом уже всех остальных. Поэтому я сам разберусь с этим вопросом, кто, действительно, я сказал ранее, хочет, кто не может. И мы будем с этим очень жестко разбираться и принимать решение соответственно тому, что может принести большие пользы нашей команде. И если нам придется принимать жесткие меры, мы будем принимать. Если нужно, как вы говорите, хирургическое вмешательство, я это называю пустить кровь, другими словами, то ситуация, если нас будет заставлять, мы будем идти и на это. Но для того, чтобы принимать какие-то жесткие меры, нам надо сначала спокойно все это проанализировать, ситуацию. И с игрой, и со всем остальным. И только после этого, на основании уже анализа, принимать решение. Скажите, а существуют ли уже какие-то хотя бы предварительные планы весенней или зимней подготовки к марту и к началу отборочного турнира чемпионата Европы? Есть какие-то наметки? Поедет команда на сбор, с кем будет встречаться? Спасибо. Да, мы с руководством Федерации футбола уже приняли решение провести январский сбор. Точных дат нет, но примерно это с 15 по 25 января. Соперники уточняются. Скорее всего, сбор будет в Турции, где будут привлечены, возможно, еще новые футболисты, которые мы дадим шанс. Но надо понимать, что в эти даты, неофициальные, нам будет сложно вызывать игроков, которые играют за границей. Хотя, точно, как и в прошлом году, мы это будем делать. Со своей стороны я хочу добавить, хочу лично от себя попросить прощения у наших болельщиков за это крупное поражение. И я знаю, что они ждут большего. Мы приложим все усилия для того, чтобы изменить и отношения, и результат, и нашу игру. Я надеюсь, что мы не потеряли доверие нашего болельщикам, потому что мы шаг за шагом выстраивали отношения с болельщиками. Болельщиков становилось все больше на трибунах, они нас всегда поддерживали. И поэтому я прошу лично прощения от наших болельщиков за сегодняшний результат.